Участники преступной группировки ВОВ все общались между собой только через интернет. Были в структуре и взаимосвязанные между собой подразделения. Руководитель и куратор регионов. Те, кто помогал наладить каналы незаконного сбыта наркотических и психотропных веществ. И межрегиональные курьеры. Те, кто занимался перемещением наркотических средств. Также руководитель разработал общую схему осуществления преступной деятельности, которая основывается на бесконтактном способе незаконного сбыта наркотических и психотропных веществ. путем производства клиников и закладок, а также использования программы мгновенного обменения сообщений Telegram, мессенджер в сети интернет, замешивая программу Telegram, электронных платежных систем, которые позволяют лицам, входящие в состав преступной организации, яснующим незаконный сбыт лицам, входящих в наркотических средств и психотропных вещей в различных регионах Российской Федерации, в том числе на территории Рязанской, Нурманска, Кировской, Киевской и Урбонской Федерации. В Рязанской области куратором региона был человек под никнеймом Владимир Суровый. Одним из звеньев преступной организации были и так называемые склады. Их роль заключалась в получении крупных партий наркотиков от вышестоящих членов преступной организации, их хранения и изготовления из них новых видов наркотических средств, расфасовка, производство оптовых закладок и передача описания местонахождений закладок так называемым помощникам в регионе. Были в преступной организации как оптовые, так и розничные закладчики. Первые получали оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ посредством закладок, Расфасовывали их на более мелкие партии и занимались производством точно таких же закладок. В обязанности розничных закладчиков входил непосредственно сбыт расфасованных партий. Еще двое подсудимых оказывали содействие участникам преступной организации в сбыте наркотиков. Во взаиморасчете злоумышленники использовали криптовалюту, а также платежный сервис Киви. Общались члены группировки вовсе в мессенджере Тереграм, маскируясь под никнеймами «Менеджер по персоналу» или «Сергей». До настоящего момента один из них находится под следствием, пятеро других под подпиской о невыезде. Самому младшему участнику 22 года, старшему 58 лет. Сейчас им вынесен приговор. Валерий Седов и Берглотов, телекомпания «Город».